Всем привет! Я хотел сообщить, что есть замечательный сайт italki.com и на этом сайте вы можете найти себе личного репетитора. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайте italki.com, пройдите по ссылке ниже и получите свой первый урок бесплатно. Я всех приветствую! Сегодня у нас очередной эпизод из серии «Немецкий из контекста» и сегодня мы будем говорить про маркетинг. Итак, для начала мы прочитаем определение маркетинга. Der Begriff Marketing bezeichnet zum einen den Unternehmensbereich, dessen Aufgabe, Funktion es ist, Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten, zum Verkauf anbieten in eine Weise, dass Käufer dieses Angebot als wünschenswert wahrnehmen. Итак, мы теперь переведем по частям это определение. Der Begriff Marketing bezeichnet zum einen den Unternehmensbereich. Итак, термин маркетинг обозначает одну из областей предпринимательства. Предпринимательство у нас, das Unternehmen, это или предпринимательство, или дело, Bereich переводится как область. Соответственно, мы эти два слова объединяем, получили слово Unternehmensbereich, область предпринимательства, dessen Aufgabe, Funktion es ist, задача или функция которой, это одна из областей, задача которой, Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten, Поставлять или предлагать продукты и сервисы на рынке. Produkte und Dienstleistungen Dienst – это у нас служба, Leistung переводится как исполнение. Соответственно, мы объединили эти два слова и получаем слово обслуживание или сервис. Продукты und Dienstleistungen Продукты и сервисы Zu vermarkten Предлагать на рынке Zum Verkauf anbieten in einer Weise Предлагать на продажу таким образом Das Käufer dieses Angebot als wünschenswert wahrnehmen Таким образом, что покупатели предлагаемое воспринимают как что-то желаемое и ценное. Wünsch – это у нас переводится как пожелание, Wert – у нас переводится как ценность. Соответственно, wünschenswert, желаемое или что-то, что хочется купить. Als wünschenswert wahrnehmen желаемое, ценное, wahrnehmen у нас переводится как воспринимать. Эти слова мы рассмотрим одну за другим. Начнем со следующих слов, которые нам встретились Der Begriff Der Begriff Это переводится как термин Der Begriff Marketing То есть термин маркетинг. Компания или дело Das Unternehmen Das Unternehmen Это компания или дело. Район, область Der Bereich Это район или область Задача Die Aufgabe Функцион Это у нас как раз более латинское слово. Я думаю, несложно догадаться, а вот исконно германское слово. У нас Die Aufgabe Die Aufgabe Получается обслуживание А вот именно предлагать А вот именно предлагать в качестве глагола будет Anbieten Предлагать Таким образом, по-немецки А ценность А ценность по-немецки будет Der Wert Воспринимать Wahrnehmen Die Wahrheit Это у нас правда Немен Это у нас забирать То есть воспринимать правду Забирать правду Если совсем углубиться в детали. Итак, прочитаем все эти слова еще раз только на немецком. Дienstleistungen Дienstleistungen Анбieten Анбieten In einer Weise In einer Weise Der Wert Der Wert Wahrnehmen Вернемся теперь на предыдущий слайд и прочитаем вот эти слова. Der Begriff Der Begriff Das Unternehmen Das Unternehmen Der Bereich Der Bereich Die Aufgabe Die Aufgabe И прочитаем на предыдущий слайд Маркетинг Еще раз Der Begriff Marketing Bezeichнет zum einen den Unternehmensbereich Dessen Aufgabe Funktion Чтобы покупатели воспринимали Предлагаемое Как желаемое Таково определение маркетинга. На сегодня все И услышимся с вами в следующем эпизоде. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok